Представляешь ее муж? Она совершенно не умеет одеваться. На самом деле он никакой не специалист. У них дети совершенно не воспитаны. Хоть раз в жизни каждый из нас слышал подобные фразы. Да, мы сами иногда не против обсудить коллег или друзей. Люди обожают сплетничать. Исследования показали около 80% наших разговоров. Это обсуждение других людей и их привычек. Почему мы так любим сплетни? По мнению психологов, главная причина это стремление человека упростить процесс налаживания социальных связей. Антипатии, разделяемые собеседниками, связывают их гораздо сильнее, чем общение, симпатии и интересы. Люди чувствуют определенное волнение, когда разглашают конфиденциальную информацию о других. Существуют сплетники, которые получают удовольствие от чужих неудач и промахов. И мысленно проводят параллель между таким умным собой и кем-то из соседнего отдела. Как это остановить? Мы задаемся таким вопросом. Как избавиться и как это остановить? Кажется, что сплетни везде. Их трудно избежать. Но психологи выявили простую фразу, которая может остановить сплетника. Когда кто-то пытается вовлечь вас в негативный разговор о другом человеке, просто спросите его. Почему ты говоришь мне это? Почему ты говоришь мне это? Простая фраза, не так ли? И тем не менее, она очень эффективна. Во-первых, вопрос рассеивает любой корыстный мотив сплетника. Во-вторых, фраза заставляет сплетника понять, что вы не заинтересованы в соучастии и потеряет к вам, как к собеседнику, интерес. Сплетни далеко не безобидны. Распространение слухов или лжи может негативно сказаться и на эмоциональном здоровье человека, и на его репутации, не говоря уже о его энергетике. Важно понимать, что когда вы сплетничаете, вы вредите прямо или косвенно. А потому в следующий раз, когда кто-то попытается втянуть вас в сплетни, вспомните, что простая фраза «Почему ты говоришь мне это?» может остановить поток грязных слухов. Видео подготовлено при помощи паблика в Фейсбуке. Полезные новости.